Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей, конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Сирано». Приветствую вас, уважаемые коллеги. Я Стремоухов Анатолий Анатольевич, врач общей практики. И сегодня мы продолжаем разговор об острых респираторных вирусных инфекциях. Мы договорились, что будем последовательны и разобьем нашу беседу на эту актуальную тему на несколько частей. Мы уже обсудили проблемы ОРВИ – острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому сейчас поговорим о клинических проявлениях этих заболеваний – острых респираторных вирусных инфекций. Почему считаю это актуальным и важным? Вот мой любимый доктор Чехов говорил – страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться. Вот острые респираторные вирусные инфекции перешли в разряд обыденных заболеваний. Что-то само собой разумеющееся. Отношение к ним изменилось. Они стали неинтересной патологией. Но есть и есть. Поэтому и внимание к их клиническим проявлениям ослабло. И понимание этих клинических проявлений тоже изменилось. Не скажу, что резко или фатально, но изменилось. А между тем, это самые распространенные в нашей практике заболевания. Вот давайте об этом и поговорим. Итак, клинические проявления обыденных, как замечал Чехов, явлений. В нашем случае острых респираторных вирусных инфекций. Острый ренит. Острый ренит. Клиническое проявление ОРВИ. В его клинической картине выделяют три стадии, которые последовательно переходят одна в другую. Во-первых, это стадия сухого раздражения. Вот оно, начало заболевания. Продолжается несколько часов. Отмечается сухость носовых ходов. Напряжение. Легкое жжение. Зуд в носу. Чихание. Такое, знаете, вот томление перед развернутой картиной заболевания. В это время может быть легкий лихорадочный синдром, в основном в виде субфибрилитета. Довольно быстро это переходит в стадию серозных выделений. Собственно, ренит. Это быстро нарастающая заложенность носа и большое количество прозрачного слизистого отделяемого. Это идет 4-5 дней, после чего начинается стадия слизистогнойных выделений через вот эти вот дни от начала заболевания. А характер и цвет выделения обусловлены добавлением к носовому секрету, чего клеток, лейкоцитов, отторгнувшихся эпителия. Вот именно это придает и характер, и вязкость, и цвет тому, что выделяет пациент. Отечность базальной мембраны слизистой оболочки носа и придаточных пазух, тоническое сокращение гладкомышечных клеток подслизистого слоя вызывают боль в области лба и полную обструкцию носового дыхания. В большинстве случаев носовое дыхание начинает восстанавливаться примерно с третьего дня болезни, но полное исчезновение симптомов происходит к концу пятого, но в основном седьмого дня от начала заболевания. Но мы с вами помним из нашей первой беседы, что есть варианты течения болезней с разрушением слизистой оболочки. Так вот, в случае разрушения слизистой оболочки, обструкция носовых ходов с возможным нарушением обоняния может сохраняться до 4-5 недель. В этот период очень важно определить наличие положительной динамики восстановления регенерации и при ее отсутствии применять средства, стимулирующие продукцию покровной слизи. А это глюкокортикоиды местного применения. Вот такой алгоритм действий с симптомами острого ренита для их понимания. И понимания того, почему в некоторых случаях патологическая симптоматика может сохраняться столь долго. Следующим клиническим проявлением ОРВИ является острый конъюнктивит. Симптомы понятны, мы их видим и мы их пытаемся осмыслить. А это гиперемия и отек конъюнктива и краев век. Вот, собственно, конъюнктивит. Это участки капиллярной инициированности и, возможно, появление фолликулов. Это слезотечение. Это светобоязнь. Это болезненный конъюнктивальный зуд, на который жалуются пациенты. Ощущение присутствия народного тела в глазу чешет постоянно. Что-то не то. Беспокой. Доктор, что со мной? Помогите. И все это может протекать на фоне субфибрилитета. Так вот, конъюнктивальный зуд, гиперемия и конъюнктивы постепенно стихают. И тогда может появиться гнойное отделяемое. Полное восстановление конъюнктивы происходит в различные сроки, от нескольких дней. Но, опять-таки, может затянуться. Иногда до 4-5 недель. И вот тут важно не пропустить кератит. Мы врачи общей практики. Мы много знаем, много умеем. Но когда происходит вот такая ситуация, до 4-5 недель ее надо диагностировать или исключить кератит, нужно подключать наших уважаемых узких специалистов, консультантов, в частности, офтальмолога. Вот в этом случае обязательно. Следующим клиническим проявлением ОРВИ является острый фаренгит. Очень частое клиническое проявление острых респираторных вирусных инфекций. Его симптомы – это сухость и першение в горле, с чего все начинается. Это постоянная болезненность, усиливающаяся при пустом глотке. Причем этот пустой глоток пациентам многократно повторяется. Он как бы хочет убедиться в том, да, вот болезненность не исчезла или исчезла, и он надеется на это. И постоянно говорит, доктор, да, больно глотать, больно глотать, больно глотать. Пустой глоток. Понижение тембра голоса. Речевая нагрузка провоцирует усиление боли и появление глоточного кашля. Вот тут может быть лихорадка. При остром фаренгите лихорадка, и она, как правило, фибрильная. Если мы смотрим, то видим равномерную гиперемию слизистой оболочки, без налетов и вкраплений. Региональные лимфоузлы, ну, практически не увеличенные. Если они есть, то они безболезненные. Но нельзя упускать из виду, что в некоторых случаях процесс может распространяться вверх, вовлекая носоглотку, устья слуховых труб, и тогда появляется боль в ухе. Так и вниз на слизистую оболочку надгортаника, гортани трахей, и тогда уже идет каша. Лихорадочный период обычно продолжается 2-3 дня, полное исчезновение симптомов заболевания происходит в течение нескольких дней после нормализации температуры тела. Лихорадочный период, нормализация температуры тела, еще несколько дней исчезновение симптомов заболевания. Следующим клиническим проявлением ОРВИ является острый трахеид. Вот тут главным клиническим признаком является ощущение соднения, постоянной болезненности за грудиной и непроизвольный сухой болезненный кашель, особенно в ночное время и под утро. Лихорадка, как правило, фибрильная. И вот этот лихорадочный период продолжается до 7 дней. Локальная симптоматика, естественно, постепенно смягчается, откашливается слизистая мокрота, и полное выздоровление наступает на 3-5 дни нормальной температуры тела. Лихорадочный период, нормальная температура тела, еще несколько дней, 3-5, и тогда наступает полное выздоровление. Но в некоторых случаях повышенная холодовая чувствительность, а это позывы к кашлю при выходе на холодный воздух, может сохраняться еще несколько дней. При варианте заболевания с разрушением слизистой оболочки, вспоминайте нашу первую беседу, локальная симптоматика в период нормализации температуры тела обостряется. Температура тела нормализуется, а локальная симптоматика обостряется. При этом кашель становится особенно мучительным, в откашливаемой слизи могут обнаруживаться прожилки крови, много кашля, рвется сосуд, много кашля, прожилки крови. Стихание болезненных проявлений происходит постепенно. По мере регенерации разрушенного участка слизистой оболочки, этот процесс может длиться довольно долго, иногда до 5 недель. Значит, эти все 5 недель будет мучительный кашель. И вот тут очень важно не назначать откашливающие препараты, которые будут провоцировать, пролонгировать этот период. Наоборот, кашель нужно подавлять, чтобы дать возможность слизистой восстановиться. В некоторых случаях провоцированной регенерации не происходит, и у пациента остается значительно пониженный порог возбудимости М-холина-рецепторов в мембранозной части трахеи. Причем возбудимости на широкий круг различных внешних раздражителей. Это так называемая аструктивная болезнь трахеи, астматическая дискинезия. А это кашель, о которой мы с вами говорим, а это эпизоды стесненного дыхания. Это боли за грудиной, возникающие в ответ на вдыхание холодного воздуха, на форсированную дыхательную нагрузку, например, быстрая ходьба на холодном воздухе. Вот иногда эти боли, и такое бывает в практике, принимают за стенокардию. Но на ЭКГ патологии нет, а назначение ингаляционных глюкокортикоидов почти полностью устраняет проявление болезни. Поэтому содержание и структура вторичной лекарственной профилактики при этом состоянии, как при бронхиальной астме. Астматическую дискинезию трахеи лечите, как бронхиальную астму. Острый бронхит – нередкий гость респираторных вирусных инфекций. Острый бронхит – это поражение слизистой оболочки, дистальные бифуркации трахеи. Чаще этот процесс односторонний, ограничивается долевым или сегментарным бронхом. Двустороннее поражение бывает реже. Симптомы – озноб, повышение температуры тела. Вот тут высокий субфибрилитет. Мы с вами помним, есть субфибрилитет. Он делится на малый субфибрилитет и высокий субфибрилитет. Малый – до 37,5, высокий – до 37,9 градусов Цельсия. Здесь же ощущение болезненности в грудной клетке. Непроизвольный кашель в случае одновременного поражения трахеи, что очень часто бывает. И хрипы при глубоком вдохе. Как правило, эти хрипы появляются на второй и третий день лихорадочного периода. А сам лихорадочный период продолжается до пяти дней. Полное выздоровление, исчезновение аускультативной симптоматики наступает через несколько дней с момента установления нормальной температуры тела. Как это должно быть при привычном течении острой эспираторной вирусной инфекции, чем-то неосложненной. Но при варианте с разрушением слизистой оболочки в период нормализации температуры тела симптомы бронхиальной обструкции обостряются. В зоне поражения при этом выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы, часто в виде феномена разлипания и различного тембра сухие хрипы. Мокрота откашливается с трудом, имеет желтоватый цвет. Желтоватый цвет ровно по тем же причинам, что и озвученные мной ранее. Распавшиеся и умершие клетки, эзенофилы и так далее, придают окраску этой мокроте. Исчезновение проявлений бронхиальной обструкции происходит по мере регенерации разрушенного эпителия. В зависимости от глубины поражения слизистого покрытия на это может потребоваться до 5 недель. До 5 недель это как раз физиологический срок регенерации. Если был вариант заболевания с разрушением слизистой оболочки, он будет долго-долго восстанавливаться. Это не надо пугаться, это нужно знать. Но велик риск бактериального инфицирования в зоне пораженного участка. Повышение температуры тела, жажда, потоотделение, хаотичное потоотделение, ощущение разбитости, появление мокроты зеленоватого цвета требует назначения антибактериальных препаратов. Вот именно в этом случае, не сразу при любом ОРВИ, а вот в этом случае требуется назначение антибактериальных препаратов. Ну и наш любимый в кавычках грипп, он же в скобочках синдром гриппа. Мы вот и рассматриваем эту группу заболеваний грипп и ОРВИ. Все представители семейства ортомиксовирусов являются возбудителями гриппа. Типированы на вирусы гриппа А, Б и С. Больше всего мы знаем про тип А. Классификация вирусов гриппа основана на обозначении антигенных вариантов различных. Что важно знать, что инфекционный цикл вирусов гриппа, а это рецепторный эндоцитоз, освобождение РНК, синтез вирусных белков, транскрипция РНК, сборка вирионов и выход их из клетки, почкование, мы говорили о почкующихся вирусах, одинаков для всех вариантов гриппа. Инфекционный цикл вирусов гриппа одинаков для всех вариантов. Из чего состоит клиническая картина гриппа? Но это лихорадка. Это то, что ведет. Лихорадка. Лихорадка, как правило, фибрильная и может быть довольно долгой. Некоторые говорят, что вот вирус гриппа, вызывается вот это заболевание, грипп, 1, 2, 3, 4 дня лихорадки. Нет, до 8 дней может иногда. Иногда до 8 дней может держаться высокая лихорадка. А это значит озноб, а это значит миалгия, а это повышенная холодовая чувствительность кожи при гриппе, а это болезненность при движении глазных яблок, а это внутренняя болезненность в области лба, очень характерная. Ну и, соответственно, поражение слизистой оболочки дыхательных путей там, где это произошло, либо в виде ренита, либо в виде фаренгита, либо в виде трахеита. То есть эта симптоматика присоединяется к той классической симптоматике гриппа. После нормализации температуры тела локальные проявления болезни исчезают довольно быстро, несколько дней. Но сохраняются симптомы, появляются и сохраняются довольно длительное время, симптомы нейроцикуляторной астении, которые связаны с массивными затратами энергоносителей, поговорим позже, в лихорадочный период болезни. А диагноз зависит от того, сезон не сезон. В сезон эпидемии гриппа этиологический диагноз ставится. Ставится как? После выборочного, сирологического обследования. Идет ряд заболеваний, делают выборочное обследование, сирологическое. Ага, грипп. Правомочен диагноз. Вне эпидемического периода грипп тоже может быть. Но тогда диагноз ставится на основании характерных симптомов без сезон логического обследования. Его следует формулировать как синдром гриппа. Почему вот скобочка синдром гриппа? Грипп внутри эпидемии, вне эпидемии синдром гриппа. Поскольку подобную клиническую картину нередко можно наблюдать и при других заболеваниях, вызванных вирусами из других семейств. Чем все это плохо, грипп, синдром гриппа? Возможными осложнениями. Вот в редких случаях, но все-таки в случаях, на фоне лихорадочного состояния, наряду с контактным расширением зоны поражения, происходит массовая гибель вовлеченных в процесс клеток с выходом и активизацией ферментов. Каких? Лизосомальных ферментов. Активизируется система протеолиза, повышается сосудистая проницаемость, появляется множество кровоизлияния капиллярных в паранхиму. Сирозные оболочки с развитием соответствующей органной симптоматики. И вот эта органная симптоматика демонстрирует свою клинику. Это будет нефропатия, может быть, а это может быть миокардиопатия, энцефалопатия и так далее. Вот если рано начать лечение ингибиторами протеолиза, глюкокортикоидами, антибиотиками, то можно предотвратить фатальный в этих случаях исход болезни. Но это возникает не так часто, несколько чаще болезнь осложняется бактериальным инфицированием. Осложнения могут развиться как в зоне первичного вирусного поражения, куда вошел вирус, так и в других местах, например, в виде пневмонии. Вследствие общей дистрофии ослабление неспецифических факторов сопротивляемости, вызванных вот этой вот длительной, высокой, истощающей лихорадкой. И этим острым гнойным осложнением больше подвержены дети, как наименее защищенная группа лиц, пациенты с жировым гепатозом, пациенты с сахарным диабетом, лица с элементарной дистрофией, ну и, естественно, группы риска по всем заболеваниям, это потребители наркотиков и курильщики табака, ну и алкоголь, соответственно, потребители алкоголя. Ну, это постоянная группа риска присоединения любых осложнений при массе заболеваний. Поэтому я во всех своих беседах не устаю повторять. Табакокурение – это зло, употребление алкоголя – это зло, а уж наркотиков не в медицинских целях тем более. Следующим клиническим проявлением острых респираторных вирусных инфекций является герпангина. Герпангина – это острый фаренгит, протекающий, и вот тут очень важно, с обязательным разрушением, как раз тот самый вариант, при котором разрушение обязательное, с обязательным разрушением пораженных участков слизистой оболочки. Часто вызывается вирусами семейства пекорновирусов, аденовирусов, симптомы. Повышение температуры тела, а лихорадка при этом фибрильная, постоянная и нарастающая по интенсивности боль в глотке, усиливающиеся при глотании, изменение тембра голоса, приступы непроизвольного мучительного глоточного кашля. Мы смотрим глотку, она гиперемирована, на дужках задней стенки, на миндалинах обнаруживаются мелкие визикулы сероватого цвета, вот участки отслоения слизистой оболочки. В процессе заболевания визикулы разрушаются, в некоторых случаях при разрушении эпителия до базальной мембраны места повреждения покрываются фибрином в виде таких небольших вкраплений белого цвета. Через 1-2 дня налеты исчезнут, на их месте появляются зоны яркой капиллярной инъецированности. В случаях аденовирусного заболевания герпангин может наблюдаться небольшое увеличение болезненности при пальпации региональных лимфатических узлов, и участки эрозии слизистой оболочки могут быть неравномерно прикрыты таким налетом белесоватым, да, беловато-желтоватого оттенка. Здесь очень важно исключать при герпангине возможность бактериальной причины болезни. Как правило, в этой ситуации показано значение антибиотиков, если бактериальное. Вот для принятия решения, вы врач общей практики, вы смотрите, ага, герпангин, для принятия решения давать, не давать антибиотики, имеет значение выраженность местной лимфоденопатии. При вирусном заболевании она незначительна или отсутствует. При бактериальной причине болезни она значительна и присутствует. Так вот повышенная температура тела может сохраняться где-то до пяти дней, а дальше в течение достаточно длительного времени, это 1 до 4 недель после нормализации температуры тела, постепенно восстанавливается равномерно розовая окраска слизистой оболочки. Вот локальные проявления фаренгита при герпангине на фоне нормальной температуры тела будут присутствовать, постепенно смягчаясь до полной регенерации разрушенных участков слизистого покрытия, но иногда этого не происходит. И участки капиллярной инъецированности вследствие истончения эпителиального покрытия все же остаются. И вот у этих пациентов легко провоцируется болезненность глотки и кашель. Чем провоцируется? Речевой нагрузкой, холодным воздухом, холодными напитками, острой или холодной пищей. Проблема для пациента. В таких случаях следует, первое, рекомендательно в беседе с пациентом ограничить воздействие провоцирующих факторов, вот этих, которых я сейчас перечислил. И второе, провести процедуру орошения глотки. Чем? Аэрозолем. Аэрозолем чего? Глюкокортикоидом. Ежедневно, по одной стандартной дозе, при улучшении ситуации, можно через день длительность, весь холодный период года. Потому что эта ситуация надолго, весь холодный период года, до полного восстановления. Это что касается герпангины. Это не последнее клиническое проявление ОРВИ, есть еще и эпидемическая плевромиалгия. Это тоже ОРВИ. Вызывается вирусами Коксаки, Айбэ и Эхо. Вот локальная эпидемия заболевания с характерной симптоматикой впервые была описана датским врачом Сильвестом на острове Борнхольм. Поэтому это называется синдром Сильвеста или Борнхольмская болезнь. В чем она заключается? Заболевание обычно начинается с насморка. Типичный ренит. И вот на фоне типичной эволюции симптомов ренита внезапно повышается температура тела. И вот что характерно. Появляются сильные боли в грудной клетке. Плевритического характера. И в зоне плеврального положения развивается болезненное напряжение мышц. Тиски дьявола. Даже такой термин есть. Тиски дьявола. Болезненное напряжение мышц. Вот она плевра миалгии. Субъективная тяжесть симптомов болезни не сопровождается признаками токсикации. Тоже признак. Отличительно. Извините за автофтологию. При физическом обследовании на высоте вдоха можно обнаружить шум трения плевры. Лихорадочный период болезни короток. Там 1-2 дня. Болевые симптомы постепенно стихая сохраняются иногда до нескольких недель. То есть острота вот эта проходит. А боль таким клинически выраженным хвостом еще имеет место быть. За этим нужно очень внимательно наблюдать лечащему врачу. Ну и наконец еще одно клиническое проявление УРВИ. Это вот альвеолит. Он же атипичная пневмония. Он же респираторный синдром. Он же интерстициальная пневмония. Причинный вирус принадлежит, как правило, семейству коронавирусов. Куда же без него. Но строгой комплементарности нет. Могут быть и другие. Место воспроизведения вирионов это альвеолярный эпителий. Вот если поражение в пределах дольки или сегмента мы его физически распознать не сможем. Протекает незаметно для нас, для врача. А вот при поражении нескольких сегментов или целой доли развивается клиника различной тяжести дистресс-синдрома взрослых. Вот что мы, собственно, наблюдаем, в том числе при коронавирусной инфекции сейчас. Это глубокое частое дыхание, нарастающее гипоксимея, вот этот теплый диффузный цианоз, что является следствием нарушенного синтеза сурфактанта. И что получается? Резко затрудненная диффузия кислорода, выраженность которой прямо пропорциональна площади, вовлеченной в патологический процесс легочной паранхимы. Одна из самых частых причин клинических, которых мы видим сегодня, если мы, конечно, работаем с этой группой пациентов. Так что клинических проявлений острых респираторных вирусных инфекций, как видите, много, они имеют ряд особенностей и зависят их длительность и выраженность от того, было разрушение слизистой оболочки или не было разрушения. Варианты с разрушением слизистой оболочки текут тяжелее, дольше и способствуют присоединению бактериальной инфекции, что диктует необходимость, во-первых, уточняющей диагностики, о которой мы поговорим позже, и назначения антибактериальных препаратов, о которых мы тоже с вами обязательно поговорим. Но в любом случае, но в любом случае, острая респираторно-вирусная инфекция сопровождается, осложняется синдромом послевирусной астении. Вот он выделен и клинически очерчен. Синдром, который характеризует системное осложнение вирусного заболевания, в том числе любого вируса, в том числе остро-респираторной вирусной инфекции. Синдром послевирусной астении, снижающей качество жизни пациента, ограничивающей его трудоспособность. А симптоматика широкая, она представлена неврологическими расстройствами, психическими расстройствами и соматическими расстройствами. Вот неврологические расстройства – это повышенная утомляемость, нарушение сна, нарушение внимания, ослабление памяти оперативной, снижение переносимости физической нагрузки, в том числе даже самая небольшая вот эта вот усталость, да. Психические расстройства, эмоциональная лоббильность и немотивированная депрессия. Ну, с точки зрения внешнего, так сказать, потребителя этой депрессии немотивирована. Она мотивирована самим синдромом после вирусной астении, перенесенным вирусным заболеванием. И соматические расстройства, самые понятные и самые частые, это миалгия, осалгия и артрология, входят в понятие синдрома после вирусной астении. Причины развития этого синдрома дискутируются. Но он может быть связан с чрезвычайным расходом энергетического сырья, помните, я упоминал, для форс-мажорного теплопроизводства, в период развернутого лихорадочного синдрома, острой спиртной вирусной инфекции. А что за энергическое сырье? Это гликоген, это резервный жир, который находится у нас внутри в организме. Он расходуется. А для того, чтобы восполнить этот расход, нужно время. Вот это время, это и есть время синдрома после вирусной астении. Это первая возможная причина. И вторая, это замедленное формирование должного иммунного ответа на перенесенное вирусное заболевание. В любом случае, синдром после вирусной астении – это не проходная вещь. Это достаточно серьезно. Поэтому восстановительное лечение проводится в условиях соблюдения нормального домашнего режима. Что важно? С оформлением соответствующих документов о временной нетрудоспособности. Это причина для того, чтобы оформить документы о нетрудоспособности, дать возможность человеку восстановиться. Почему об этом говорю? Иногда очень легкомысленное отношение. Ну вот перенес инфекцию, ну да, пройдет там. Может затянуться надолго. Может отразиться на общем состоянии человека. На его неврологическом статусе. Психическом статусе. Ну и уж тем более соматическом статусе. Поэтому к синдрому после вирусной астении относимся серьезно. Я надеюсь, что наша вот эта вот беседа о, казалось бы, рутинных клинических проявлениях острых респираторных вирусных инфекций не была для вас неинтересной. И какие-то крупицы информации, о которой вы, может быть, раньше не знали, или знали, забыли, или они были упущены из вашего внимания, вы все-таки для себя почерпнули. Потому что вот Бенджамин Франклин – умный человек. Умный человек. Отец мировой демократии. Просто умный человек. Умных людей нужно слушать. Он говорил, что инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль. Когда мы с вами собираемся и что-то обсуждаем, может быть, даже уже известные, но мы повторяем это, проговариваем это, закрепляем это в своем сознании. Может быть, вот как в случае с острыми респираторными вирусными инфекциями, привычной вот этой вот рутинной, ежедневной, утомляющей нас патологией, что-то уходит из нашего внимания и проговаривает, возвращаясь к этому, мы опять акцентируем свое врачебное мышление на вот этой неинтересной, не очень научной, не очень возвышенной, с точки зрения модных там патологий, группе заболеваний, но которые для наших пациентов являются очень ощутимыми, важными. Вот в этом признание врача. Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль. В чем прибыль? Материальную? Ну, может быть, моральную, профессиональную, репутационную прибыль. Поэтому, коллеги, эти беседы мы с вами продолжим, и следующий вебинар будет посвящен диагностике острых респираторных вирусных инфекций. Поговорим о диагностике, о направлении, который очень часто страдает в амбулаторно-поликлинической практике, очень часто выполняется ни тогда, ни тем и ни так, затрудняет весь лечебный процесс и снижает качество нашей с вами работы. Будем с этим бороться. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До свидания. Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее.